Работать в кафе, из дома или на пляже, попивая прохладительные напитки, мечтает каждый. Эластичное рабочее место и время практикуют многие компании в Латвии. Шестой год подряд проходит день работой где угодно. Цель акции – популяризировать эластичный рабочий стиль, тем самым разъяснив преимущества и организационные принципы работы. В этом году мы собрали приблизительно 150 организаций и компаний, которые присоединились к нам к этой инициативе. И также более 500 участников, которые непосредственно участвовали в нашей инициативе в этом году. Активный бизнес требует динамичную коммуникацию в группах и виртуальных командах. Люди находятся в разных географических местах, поэтому нужно найти способы, как выполнять задачи, физически не находясь в одном офисе. К тому же новое поколение не всегда охотно и продуктивно может работать с 8 часов утра и до 5 часов вечера. Поэтому работодатель сам должен для начала стать эластичным. Если мы смотрим программистов, то они могут работать и из дома, и приходить здесь в офис. Программисты любят приходить не в 8 утра, но зато они любят работать дольше. В свою очередь технические люди, которые занимаются планированием, они как раз предпочитают приходить с утра пораньше, когда меньше людей и также на улице меньше транспорта. Разумеется, есть категории работников, которые не могут позволить себе работать когда и где угодно. Эти люди в основном тесно связаны с обслуживанием клиентов и непосредственно круглосуточной технической поддержкой. Плюсы для работников – это распределение своего личного, времени по своему усмотрению, экономия средств на транспорт и отсутствие рабочей рутины. В свою очередь работодатель получает высококвалифицированного сотрудника, который качественно выполняет поставленные задачи. К плюсам можно отнести и экономию средств на аренду офисных помещений. Говорят, что эластичное рабочее время и рабочее место повышают качество работы. Знаете, в таком рабочем кабинете я бы с удовольствием тоже поработал бы. Работа и удовольствие. Мне кажется, один из таких важных аспектов – это, безусловно, поддержка самого руководства. Здесь очень важно, насколько руководитель доверяет своим работникам, потому что, безусловно, мы все хотим контролировать, что происходит и как происходит. И физически, не находясь рядом, это, может быть, сделать гораздо сложнее. Поэтому, опять же, как я говорил, общая культура и готовность со стороны руководства пойти на такой шаг – это очень важный аспект. Для работодателя это еще один вызов. Как и какие цели и задачи поставить сотруднику, чтобы он выполнил такой же объем работы, как и работая в офисе в течение всего рабочего дня. Ну а пока офисные помещения и пустуют, работа не останавливается. Эвот Дукуль, Айверс Цанц, Латвийское телевидение.